Аллилуйя вас поём, Аллилуйя вас поём, Аллилуйя вас поём, Аллилуйя. На ты сердца, на страдам, На Голгофе жизнь отдам. Счастье мы нашли в тебе, Будь прославлен, но пойте все. Аллилуйя вас поём, О, Сану, Аллилуйя вас поём, О, Сану, Аллилуйя вас поём, Аллилуйя. Аллилуйя вас поём, О, Сану, Аллилуйя вас поём, Аллилуйя. Братья, сёстры, пробудитесь, Все у ног его склонитесь, Ведь Иисус сегодня ждёт, Все грядут, спеши, народ. Аллилуйя вас поём, О, Сану, Аллилуйя вас поём, Аллилуйя. Аллилуйя вас поём, О, Сану, Аллилуйя вас поём, Аллилуйя. Аллилуйя вас поём, О, Сану, Аллилуйя вас поём, Аллилуйя. Аллинуя, Глория, Аллинуя, Глория, Аллинуя. Аллинуя, Глория, Аллинуя, Глория, Аллинуя. Брати и сестры, дяка Богові, что сьогодні над землею зійшло сонечко. Что еще Бог нас миловал. После всех условий, я думаю, сегодня никому не будет жарко, как бывали часы, чтобы было жарко. Молилися, просили, хоть и был в ночи дождь, и даже где-то телефоновали, заранок я очень много звонков отриваю, говорю, дяка Богу, святить сонечко. И я хочу, чтобы мы сегодня прославили имя Господня. Я думаю, мы все понимаем, что мы собрали не в имя, чи есть, а только для славы Божией. И давайте мы свою посуду приготовим, чтобы сегодня мы не шли порожными из этого места. Поки еще дает Бог такую возможность, давайте ее используем. Я не раз пригадую, были часы, когда такой возможности не было, может, десь только кто-то как бы быть в таком служении. Сколько есть сегодня таких, которые хотели бы быть, да не могут. Даже Давид сказал, одного я просил только у Господа, чтобы за все дни мого життя перебиваться, где-то в Доме Божьем. И мы сегодня здесь, по милостям Божьей. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дух святий мені сьогодні якраз положив ось цей шестик Коли Ісус прийшов на це місце побачивши Йосказав злась скоріше Я хотів би щоб кожного присутнього сьогодні на цьому місці побачив Господь а любовя нашому Богу Закхей я не читал для скорочения всей этой истории Малый ростом, но крепко хотел видеть Иисуса, кто он Но не мог за народом И пришел день, когда он вышел на смоковницу, чтобы встретиться с ним, хоть поделиться Он не ждал на то, что будет Иисус в его доме Он не ждал, что кто-то его увидит Он не сподівался на то, что Иисус говорит до него Он не ждал того Это больше всяких сподіваний перевершило то, что сделал Господь И он только сидел и дивился, но Христос бачил Бачил его стомленную душу Его не радовало его богатство, потому что он сам про себя говорил Что он был богат и имал всего достатку Но душа его мучилась И вот Христос побачил стомленную душу и идет Он сидит на дереве, а Христос приходит и называет по имени Злазь скорейше мені сьогодні потрібно бути в твоем доме Братесестры, сегодня Господь хочет быть в каждом доме Он хочет зайти в ваше сердце Давайте будем шукать его Для того, чтобы он зайшел в дом, за которую нужно было злезти Что вы сьогодні злезти? Когда он светит там солнце, когда он смотрит своими очами Он не прийдет с докором, может ты стомился, может грехи твои обтяжили тебя Но я дивлюсь, какая великая любовь Господня Не Христос сказал, закхай, ты грешный человек Багато навіть засуджений Христа, как он зайшел туда? Но Христос только своей присутностью Все поменял и говорил, закхай Он начал признавать, кого-то им обедил Я вот так и так сделаю Шановный, Господь не прийде, то тебе с докором, якщо ты сьогодні Смирися, злезешь, якщо все, ты нагнешься, то ты напьешься Сьогодні твоей живой водой И я хотел бы, братесестры, чтобы сегодня мы просили Чтобы мы сшли низко, нагнулись, смирились перед лицем Господня Вильнюю свою благодать Я хочу, чтобы я сегодня говорил до каждого сердца Я пригадую не раз, я анализую, на кассетах, я це записано И в церкви, скільки ми не раз у себя вели беседы И я не раз это чувствовал Господь Духом Святым сказал, что есть такие Для которых вот эти служения, которые были последние И я уже знаю, сколько есть таких, что действительно для них были служения последними И я думаю, не раз пригадайте, как Господь Духом Святым сказал тут, на этом месте Что с батьма я засунусь в дороге, над группами буду откликать Сколько есть тех, которые уже вечности И для них это было встаннее служение И я хотел бы, чтобы сегодня больше и больше Мы, братесестры, шукали лица Господнего Написано, шукайте, пока можно найти его, кричьте, пока он близко И я всех запрашиваю, давайте схилимся перед ним Попросим, чтобы он сегодня пришел, потешил каждое сердце, каждую душу Заговорил Мы часто бываем, и я не раз встречу на Господь Духом Святым сказал Багато таких приходят, которые только критикуют, засудят Это не так, это не так, это не так Слушайте, а что бы вы внесли, чтобы было так? Подумайте, запитайте сами себе, что вы внесли, чтобы было так? Сколько вы молились, чи постились? Чи вы сегодня приходите, может, как тот Симон Как бы он был, пророк, он бы знал, что это за женщина Но Иисус знал, что он делает Он делал свою операцию в той души Туда пришла весна, туда пришла перемена И я знал, что не одну душу он поменяет сегодня Аллилуйя нашему Богу И поэтому, схиливши свою голову, щиро молимся Аллилуйя нашему Богу Аллилуйя нашему Богу И вот готово небо пролить свои обильные дожди на твое сердце, народ Но готово ли сердце твое принять это благословение Как многим нужна разгрузка и нужно приближение Как многим нужно прикоснуться к краю рызма Ибо шествие мое оно начато И когда ты еще был в пути Я уже стоял на месте сием и ждал тебя Тебе нужна личная встреча со мною, говорит Господь Тебе нужна разгрузка и как многие на месте сием Сегодня оставят ноши болезней свои Оставят ноши грехов свои И выйдут освобожденные Ибо Дух Святой начал возмущать воду И так немедленно Ходил поток мой полноводья, говорит Господь И так я прохожу И сила моя касается каждого сердца И неогременно глайду стал меня Ибо если еще сегодня черствусь во внутренности твоей Если ты в беспечии То подойди поближе Оконись волны благодати пройдут по тебе И вспомнишь, и знаешь, что жив Господь Аминь Рука моя, она не стала корочить, чтобы спасать и миловать Она не стала кроме негломена Не регмина штаммин для того, чтобы в строгости говорить тебе Но как отец я простираю руки свои Для того, чтобы благословить наследие И многое зависит от того Ибо дано тебе выбор Что выберешь, что возьмешь для завтрашней дороги жизни Ибо многих ожидает пустыня Многих ожидает трудности Но хочу сказать тем, которые стоят на распутье дорог жизни своей Подойдите к Голгофе Там есть ответы на ваши вопросы Там есть кровь завета Аминь Она кроме неглайду Сталмена не стирается И силы не теряет Хотя проходит многолетие Но вчера, сегодня, в веки тот же Но регмина гламин меняется Сердце человека Направление взгляда Но сила благодати Она преизбытывающая стоит там Где дают свободу И так, дедух мой, там свобода Распахни сердце свое Скажи сегодня вечерой со мною Небо кроме неглайдует шталмена Особо ведет наблюдение за местом всем Ибо на всем месте установился ковчег Аминь, аминь Запис開始 Великим Иит Иит Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Наповни уста проповідників, Господи, наповни уста сосудів, використовуйся для слави Твоєї, Аллілуйя. Не нам, а Твоєму імені дай славу, бо Ти є достойний, Отець, Синний, Дух Святий. Амінь. Будь ласка, хто має депресіст і сідаєт. Субтитру подогнали Симон. 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 Проклястье распитшей и свергнувшей ад Спастенье купившей тюмеревый брат Огнец Божий свят Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу! Земля продолжает свой заданный круг Пришло твое время, покается друг Быть может, что с упрямь ранней зарей Окажется, кинешь дороги земной Блядите, 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 стою И сердце отдайте, царю сердца ей Звоните, болей, не откройте сердца Прославьте, прославьте, прославьте дворца Слава, слава ему Мою хроту, я вас брось от полу И ангелы в небе, и наши сердца О, слава ему воздают без конца Слава, слава ему Агнец Божий свят Проградься, сбивший свет лучший ад Спастенье купившей тюмеревый брат Агнец Божий свят Агнец Божий свят Агнец Божий свят Свят, свят, Господь Бог Слава ему Я щиро вітаю вас в любовь у Господа Дорогие братья и сестры Дорогие друзья Я хотел бы разом с вами сказать Слава Богу Ви знаете, моё сердце радіє Я так подивився И даже люди, которые имеют черную шкиру Я с нами Слава Богу Моя одна семья Обмитую кровью Сина Божого И вы знаете, моё сердце радіє Я бачу такую большую количество людей И бачу присутность Божую Аллилуйя Братца Духа Святого Почалася Братя и сестры Мы чекаем закинчения Але я хотів би, чтобы каждое сердце Вже шукало присутность Божия Вин я тут, чуешь Вин прийшов на цей миси Можливо, что не в сердце твоему Можливо, что біля сердца А не стоите стуканье И сегодня бажание таке, чтобы вошел Вин в каждое сердце Хай приславится имя Иисуса Христа И особенно я так чую Что с самого начала Вот спела песню Святой Божий И я слышу Господь Благословен Господь И сегодня слава поднимается В земле И брать только что говорю Великая слава там на небе И когда это слава Она съемается славой Божией Он достойный Он достойный Приняти ее Нехай бы ни одно сердце не молчало Нехай бы не представляли имя Всевышнего Бога И нехай бы праца Божия продолжилась так, как И запланировал Господь Она на праве цьему Мало служение в своей церкви И на последний момент я так бачу Стоит маленькая девчинка И родные батьки ее не верят, что они еще Никого не бачили зібраны И она начинает И она начинает И она говорит И я говорю 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 Читаю четвертий розділ Друга книга царів З першого верша А одна из жёнок, пророчих сынов, крикала до Елисея, говорячи Помер раб твой, мой человек А ты знаешь, что раб твой боялся Господа А позачальник пришел ось Чтобы забрати собі двое детей моих зарабил И сказал до нея Елисей, что я сделаю тебе Розкажи мне, что есть в тебе в доме А та відказала, нічого не мав в доме твоей невильниці Є тільки горня оливи А він сказав, иди позиешь собі на стороне посуд Від усіх сусідок твоих посуд порожний Не бери мало И войдешь и замкнешь двері за собою Та за сынами своими И наливаешь усі ті посудини, а повні повідставляй И пішла вона від нього И замкнула двері за собою Та за сынами своими Вони подавали їй посуд, а вона наливала И сталося, коли понаповнювано посуд То сказала вона до сына своего Подай мне еще посуду А він відказав ей Не має же посуду И спинилась олива И вона пришла и донесла Божему чоловікові И он сказал Иди, продай ту оливу И заплати своему позичальнику А ти та сини твої будете жити на позиставе Слава Богу, братья и сестры Про цю заботу Куди не треба йти Буде благословене Иди бери посуд на стороне И начинаю наливати Наливай, наливай цю оливу И вона послухала Можливо, з точки зору людини Це неможливо було Як же ж має прийти розв'язка Як має прийти відповідь Коли набагато сталося оливи Але вона знала, що їй сказав Слово чоловік Божий На якому панує помазання Господнє Вона зробила так І коли понесла цей посуд І почала наливати Голови все збільшується і збільшується І не перестає і не перестає Вона наливає І наповнилося усі посудини Всі посуди не стали повні І зупинилася олива Слава Господу, братья і сестрі Бог позаботився Але бачимо з нього йде до чоловіка Божого Я зробила так, як ти говорив Що далі? Іди, продай, заплати ці долги А решту будеш мати на прожиття Та для своїх дітей Братя і сестрі Я сьогодні хотів би зупинитися на цьому місці І разом з вами пороздумати На цьому місці, місця Божого Ми сьогодні на цьому місці І ще перед початком було сказане Слово Боже Де Ісус Христос сказав до Захея Мені сьогодні потрібно бути в твоєму домі Можливо ти сьогодні питання собі завдаєш А що ж в мене в домі є? Можливо проблеми? Можливо хвороба? Можливо залишені діти хворі? А можливо батьки? А можливо немає муру в домі? І ти сьогодні є на цьому місці І питання звучить А що жив в твоєму домі? Що знаходиться в твоєму домі? Якщо важливо є багато проблем То питання, а що в твоєму серці знаходиться? Якщо там є? Навіть набагато Але є олива На цьому місці є той Який може благословити Який може умножити і прославитися І ти прийдеш з цього місця Прославляючи йому Господні І коли прийдеш до своєї сім'ї Ти побачиш повну переміну Тому що наш Бог є живий Айлуйя Йому Наш Бог є живий І він чує молитва сьогодні Яка возноситься до нього з цього місця Я хотів би ще Торпнути сьогодні її думки Цей чоловік, який жив Він мав ці други І не встиг їх віддати І прийшов цей позичальник, щоб забрати дітей На цьогоднішній день Дуже багато християн Який приходить до Бога Але знаєте, в їхньому серці Залишаються ті речі, які не потрібні Ті речі, які потрібно викинути І проходить поровий цей позичальник І проходить цей, який має ще право Тому що є його речі в серці Є його речі в житті І поровий не тільки до батьків має справу Але має справу і до дітей Як сьогодні важливо Щоб позаботився християни Щоб подавилися в життя своє Було покаяння Було простим, михим Та сам новою людину є Але заглянь ще в серце своє Заглянь свою посудину середачну Що там знаходиться Можливо, є ті речі, які треба викинути Яких треба позбутися Щоб потім не страждав ти І не страждав діто твоїй пізніше І не страждав веселі твій Як потрібна сьогодні ця очистка Тобто ви кидаєть свій член З одного боку в другий бік Це для тебе сьогодні урок Це для тебе сьогодні зупинка Щоб виконати усі речі з корога Ті, які неприємні Ті, які неприємні в очах бачих Щоб сьогодні пройшла так полна чистка Сьогодні допустив Господь субу Сьогодні Господь допустив себе пробовання Щоб ти і твоя сім'я Можуть очиститися І явитися перед Господом з чистим серцем Як важливо сьогодні Що є у твоєму домі Що є у твоєму серці Тобі потрібна розв'язка Я прогадую ще одну місці з Божого Слова Коли Ісус Христос прийшов в родину Де сталася велика гора Де сталася велика печаль Помер Дух Лазар І вбігав назустріч Марфа І каже Господи Якби ти був тут Не помер би мій брат Але Ісус каже Як будеш вірити Що не казав я тобі Як будеш вірити Побачиш славу Божу І пройшов Ісус туди Три дні вже в гробі лежить І сам прослезився на пенсіне Заплакав біля гробу Але підняв очі до неба І молиться до Оцям обесного І через деякий час наказує Лазара Я тобі наказую Вийду з гробу І вийшов Лазар Але замітьте Вийшов по лязаному в полинах В тих хрустках полинах Які замотали його І каже Ісус Христос Розв'яжіть його Нека йде Він не може рукатися Він стоїть біля гробу Розв'яжіть його Якщо сьогодні сила розкресення Туркнується твоєго серця То питання стоїть Чи ти не розв'язаний Чи не тримає нічого Твої нотки біля берега Можливо ти довго працюєш власними своїми Можливо ти довго працюєш Щоб відпрасти Щоб відпрасти від берега Але не можеш Щось ця має нотку твою Сьогодні господжі до тебе Щоб ти розв'язався Щоб ти порав Сьогоднішніше Повинен Дословна розв'язка В серці твоєму Сьогодні Слова Божього Допомагайся Який бочек До служителів господних Чи ви розв'язали Щоби пішли люди свобідно Чи ці люди є свободними Як і церкві Чи вони можуть молитися Чи вони відпраються Духом святим Чи можливо застой І не мають молитви І не мають пов'язання Розв'яжіть їх Нехайдуть Хай знімуться всі путі Хай знімуться всіки пов'язки Як не потрібно Там повинна бути свобода Божа Там повинна працювати Благодарь Божа В єдніх стисах В єдніх стимах В єдніх стимах В єдніх стимах Ось як потрібно Щоб сьогодні Мало розумілися Це сною від Господа Я розумію Що сьогодні праці Божа є На цьому місці Я буду закінчувати Моє серце Бажаю молитися з вами Щоб на цьому місці Сила збільняюча Зараз впустилася На кожне серце Щоб всі такі Щоб на територі розіграні Щоб Дур Божий Продовжив роботу Можливо ти почав На цьому місці З великою боротьбодю Можливо Ще кількі подуров Я буду збужив Як зараз побачив Перешкодів Як зараз побачив Садага почав Перешкоджати тобі Знай На цьому місці яке Якщо звільний Тобав В правді Будеш і вільний Я радію Що багато соні На цьому місці Підують Розв'язані Вони підуть вільними Тому що є Якщо син звільнить По правді Будете вільними Ніяка релігія Ніяка медицина Ніяка наука Цього світу не поможе Тобі потрібна Божа благодать звільняюча Алілуя Амінь Тобі потрібен Жовий Господь Розв'яжіть його Хай йде Нехай йде дальше За Ісусом Нехай йде Пострідах Ісуса Христа Прославляючи Його Ім'я Боже Розв'язка вже почалася Алілуя Праця Божа вже звершається Давайте будемо молитися Амінь Або отже Благословен Господь Соболов Благословен Господь 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 Мы прославляем имя Твое, наш Небесный Отец. Мы дякуем Тебе за это служение на этом месте. Моё сердце радует, я Тебе дякую за каждого, кто пришел сегодня, кто приехал, чтобы разом пристать перед лицом Твоей. Мы дякуем Тебе, что работа Твоя уже началась, и слово Твое уже говорилось сегодня для сердца Твоих детей. Народу, который пришел на это место. Господи, мы сегодня поднимаем голос молитвы до Тебе. Слово Твое остается верным и неизменным. Господи, нужна Твоя благодать сегодня, чтобы каждое сердце было свободным, чтобы не было никаких оков, чтобы не было ничего, чтобы не было ничего, что связывает, что остановит в дороге, в подвязании за Тобой. Я просил, Господи, моляю Твоя Твоя разом с народом Твоей. Нехай Дух Святой уже проводит свою работу. А воотче, во имя Иисуса, хай зайде праця Твоя, Боже, на звільнення. Ты бачишь, Тих, кто не может сегодня сдугати Слово Твоего, кто не может молиться, в кого скомані уста, в кого скомане сердце, кто, в тихо займий на цьому місці стоїть, не маючи свободи. Во имя Иисуса, хай всякие денеды попадают сейчас. Аминь, Фраба Алаудис, Кирвелі Геушин. Аллилуйя, аминь. Во имя Иисуса, Аллооше, хай не маю місця взаимодавец, хай не маю місця цей позичальний творог людський дух сьогодні. Ты бачишь, всякий дух протреблення сего місця. Во имя Иисуса, а праця Твоя хай продовжится. Аминь, Фраба Алаудис, Тих, кто спать в ночи не может, Тих, кто не имеет аппетиту, и життя на меня не стало сьогодні. Иисус, Иисус. Мы плачем до Тебе, Боже, помилуй сьогодні кожного такого, не пройди кожного сердца. Аминь, Фраба Алаудис, Кирвелі Геушин. Истай мен Рауф, а Раймен Елф, Кирвелі Геушин. Аллилуйя, хай праця Твоя відбувається, хай лікування Твоя відбувається, Господи. Ты бачишь душевно холодик людей, ты бачишь, да и с депресиями, Господи. Аминь, аминь. Ты сильный звільнити. Открывайте ворота, открывайте двери сердца вашего, ибо поток повноводья прошел на место сия. Не Рягуміна Алфарману Столміна, зачем стонать, зачем изнимать, когда сегодня прилагается свобода, как идет брань возле многих сердец на месте сия. И Дух Святой, переверми на Сталберегламент, перелистывай страницей жизни. И Дух Святой зовет, криминоглайду Сталміна, к покаянию. О, снимите одежды самоправедности, занимите свое украшение. О, многих шею велик, риминогломен, ожерелья гордости. Но я ныне пребываю там, где кроткий смиреный дух. Благодать идет низином, аминь. До горы унизятся, виржимен сугломен, долины возвышаться, ибо хочу сделать равнину и стать на ровном месте, дабы народ прикасался, аминь. Рементус, уберегелту глорменам, идет ремонт во многих сердцах. Вера, как нужна живая вера народу, аминь. Криминоглайду Сталміна, ибо многие не имеют этого, как многие Роману Сталміна, только по религиозности ходят. И вот, когда резец мой ходит в жизнь твою, и он выделывает свою работу, как важно войти и стать в воле моей, как важно знать волю Покемен, сугломен призвавшего тебя, ибо многие раньше говорят, пусть будет воля моя. Но не громина Сталміна, приходит великий день плавильни моей, ибо будет сугвина Клайду Сталміна, кружено, для тех, которых поставил сторожей на мура, которые обеспечествуют, которые не извещают народу время. О, идёшь широкими шагами, но ныне глаз Духа Святого остановится, ибо многим смотрела смерть в глаза, и давали обеты перед лицом моим, и небо продолжило жизнь, и говорили для труда, для свидетельства, но ныне обогащение, как бурно море, тонут, тонут, аминь, аль Кримену Сталміна, и думают, что сила, как прежде, пойду и сражусь, но сила отошла, аминь, как Роман и Глайду Сталміна, и живут прошлым временем. Народ мой, народ мой, подойди поближе, и рассудим, аминь, Кремену глобиды Сталміна, кто остановил тебя в шествии, ибо дано было время приготовиться, проходит лето, приближается великая осень, идёт жертва моя, исходят жінцы с неба, и ныне прерывают многих в жизни, и похороны учащаться, аминь, ибо многих буду отзывать, тех, которые не устоят, многих, которые свершили труд, ибо входят в пределы неба, а многих от нему, от земли, чтобы не препятствовали детстве и Духа Святого, и так ныне постав вопрос перед собою, какой категории стоит душа твоя, аминь, ибо идёт обрезка на месте сьём, и чёрствость твоя настолько велика, но и сила воскресенья, аминь, рементус параманаглойде шталмена, о, молодой виноградник, как упущено время, рементин шталмена, ибо с моей руки сделано всё, и я ныне жду тех молодых сердец, которые бы сказали, вот я посылай, а их так мало, и продолман сурвили галтуглаймена, и продлютни жизни старцам, и сохраню их, я каман сурвили галмин, как молитвенником, потому что плачут и рыдают, о славе Израиля, аминь, 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 А, малыш. В имя Иисуса, в имя Йосуса, happen. Иисус, ты бачишь, то дети твои колечуют до тебя. Иисус, ты бачишь, то дети плачут, ты бачишь, то дети уже совершают покаяние. Горь, хорамена лауды, любите ищение, во имя Иисуса, хай работа твоя довершится, Господи, а воочи, хай слава твоя является, Господи, на цьому місце. Аминь. Горь, хорамена лауды, любите ищение, храба, любите ищение, храба, любите ищение, храба, любите ищение. Горь, хорамена лауды, храба, любите ищение, храба, любите ищение, храба, любите ищение. Горь, хорамена лауды, любите ищение. И как нужно очищение, аминь, как нужно обновление для многих, кроме Нагайса, фламен. О, скеребеды гламентайны, аминь, кто станет ныне в проломе, аминь, кто станет в проломе, аминь, кроме Нагайса. Ибо ныне глаз мой раздается, аминь, ибо я ныне смотрю на это место, аминь, и я вижу каждое сердце, аминь, идет подготовка великая, аминь. Ибо вот я смотрю на сосуды, аминь, и как я желаю излить благодать свою, аминь, для того, чтобы, аминь, действовал дух мой в народе моем, аминь, для того, чтобы свершалась, аминь, великая работа, аминь, кроме Нагайса. Как нужно развязка, аминь, как нужно освобождение, аминь. И если мой народ пройдет в страх великий, аминь, и смирится пред лицом моим, аминь, то выйдет, аминь, благодать моя, аминь, и пройдет учащение для многих душ, аминь, и пройдет сила моя, и будет обновление для народа моего, аминь. Ибо там, говорит Господь, время, время, аминь, наступает, аминь, излить поздний дождь, аминь, на народ мой, аминь. И если, аминь, откроешь сердце своё, аминь, войдет потом мой, аминь, там, говорит, Дух Святой, аминь, аминь. Аллилуйя. Благословено имя Твоё Боже. Кто пришел с раненым сердцем, Ти сильный зареку Аты. Кто пришел с прагнений, Ти сильный вели ты воду благодатей в життя Его и в сердце Его. Господи, а кто пришел, как соглядатый, чтобы потом препятствовать делу Твоему, Господи, наведи божественный страх. Аминь, прабадалаудис, во имя Иисуса Христа, нехай Твиренген буде на цьому місці надальше, нехай працює благодать Твоя обнажающее, хай прославиться имя Твоё, хай слава Твоя зійде більше і більше на Твій народ, Тебе слава за все, навіки вічні, аминь. У нас є сьогодні молдавани, вони теж послужать співом. І з Білорусі є гурт, після них вони виконують пісні. Як мало людей, котрі сьогодні цінять доброту Божию. Дуже мало людей цінять доброту Божию, брати і сестри. Є в моїй церкви, де я ходжу на служіння, недавно створилася молода церкава. Є жінка без обоих рук, відси нема обоих рук, лише такі маленькі кістки. І коли я не питаю цієї жінки, як у тебе справи, вона завжди каже, слава Богу. І коли я цій жінці хочу давати пару рублів, вона каже, не треба, бо я сама на собі ще роблю. Вона може прополоти сама собі огород, вона може носити дрова з лісу сама, вона може стірати сама, вона палить пічку сама. І коли я не питаю, вона каже, слава Богу. Знаєте, чому я розказав вам цей случай? Що ми поставили оцінку над сьогоднішнім благословінням, слава Богу. Що ми поставили оцінку, що Бог подарував нам руки, ноги, і ми можемо прославляти на цьому місці Ісуса Христа, слава Йому. Тому я хочу заспівати таку пісню, о, мій Господь, сьогодні поняв я, що без Тебя печален жребий мій. Лише Ти один, могучий суддія, купив мені життя великою ценою, слава Ісусу Христу. Я думаю, що вовремя цієї пісні задумайтесь, що ви є на цій землі без Бога. Ми дуже раді, що Господь нам допоміг, хоч я сам молдаван, але розмовляю по-укранськи, по-русськи. Ну як коли? Але я рад, що Ісус сьогодні зріднив нас. Я ніколи не знав це місце, і це сьогодні другий раз я на цьому місці. В пройшому році був, і сьогодні другий раз Господь благословив нашу дорогу, і ми продолили 500 кілометрів, але ми разом з вами. Слава Ісусу! О, мій Господь! Слава Ісусу! 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 Слава Богу! Группа наша называется Солнце Правды. Братья пригласили нас тут посещать церкви на Украине. Также мы имеем евангелизацию. И я благодарен Богу за эту страну, потому что такое изобилие церквей. Слава Богу! Жизнь посвящаю тебе, и отдаюсь я мольбе. Ты управляй ее сам, и направляй к небесам. Жизнь это не моя, так будет пусть твоя. Ее ты сам не дам, чтоб я тебя прославлял. Жизнь это не моя, так будет пусть твоя. Ее ты сам не дам, чтоб я тебя прославлял. Не дьявол царит, хочет меня погубить, чтобы ему я служил и по греховному жил. Но я тебя молю, силу пошли свою, и мне защиту дай. Битву с грехом укрепляй, но я тебя молю, силу пошли свою, и мне защиту дай. Битву с грехом укрепляй. Честно желаю я жить, ближним хочу всех любить. Зло и обиды прощать, и о тебе возвещать. О мой Господь его, если б я в жизни смог Твою любовь познать. И всем о ней рассказать. О мой Господь его, если б я в жизни смог Твою любовь познать. И всем о ней рассказать. Скоро ты в славе придешь, и свою церковь возьмешь. Так приготовь и меня, чтобы достоин был я. Вечно с тобой прибыть, Слово людей забыть. И в небе увидать, То, что ты хочешь нам дать. Слово людей забыть, И в небе увидать, То, что ты хочешь нам дать. Слава Господу! А зараз просим, пастыр церкви, звильнюся, скажи слово. Слава Господу! Хочется сказать, благослови душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Ибо Он достоин славы, хвала Ему! Некогда Господь поднял меня из грязи, и не погнушался всеми моими мерзостями, и простил меня, и омыл. Слава Ему! И каждый из нас переживал это. Слава Господу! И сегодня, братья и сестры, на сердце моем лежит слово. Господь дал тему, и другой у меня нет. Я хочу прочитать из книги «Исход». Из 12 главы, 15 стих. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля». Аминь! Мы сегодня с вами живем в последнее время. И Божьему народу, наверное, не надо что-то особенное говорить об этом. Мы видим, что делается на земле, что Слово Божье, оно исполняется до последней запятой. И Господь предупредил нас с вами особо об этом времени. И мы сегодня имеем ведение от Господа, только нужно вникнуть в происходящее для того, чтобы правильно вести себя и правильно ходить пред лицом Божьим. Книга «Откровение» в 3 главе, она, братья и сестры, отражает вот то состояние народа, которое будет в последнее время. Это печальное состояние, хочу сказать я вам. Может быть, вы сегодня здесь, на Украине, не так его ощущаете, как мы там. Когда пришел этот восточный ветер, и который все изменил, когда началось все новое, друзья, то, чего не знали отцы наши, оно вторглось туда. И когда говоришь Божье Слово, уже мало кто желает слышать его. Сегодня все почему-то тянутся за этим квасным. Вы знаете, что это такое? Христос некогда сказал ученикам, когда был спрошен о последнем времени, Он сказал, «Многие придут под именем Моим». И может быть, сегодня кто-то ждет, что что-то будет особенное, особо чудесное, какие-то чудеса там будут являть. И это есть, и это будет. Господь говорил об этом. Но, братья и сестры, наверное, мало кто думает, что мы сегодня многие пускаем это в дома свои. Вот эти книги, которых 97% сегодня есть мусор, отравляют сегодняшнее христианство. А этот источник воды живой, он есть истина, он говорит правду, он хранит народ свой. Но многие обратились в себя сегодня к тем источникам, к тем водоемам, которые не могут держать воды. И сегодня Господь желает, чтобы Божий народ от Слова Божьего брал свои начала. И чтобы по Слову Божьему совершалось все в жизни народа Божьего. Потому что он есть Бог Всевогущий, Бог, который силен благословлять, Бог, который силен творить милость свою к тем, кто ищет лица его. И там в Откровении написано, вспомни, что ты принял и слышал. И покайся. Братья и сестры, это очень важное слово. Нам надо сегодня смотреть на отцов наших и на дедов наших, а не то, что приносит этот восточный ветер. Эти новшества, они лишают силы народ Божий. Как написано, восточный ветер, он опустошит сокровищницу драгоценных сосудов. Но Бог желает сегодня, чтобы его имя прославлялось в чистоте и истине. Чтобы чистые руки простирались к небу. Слава Господу за эту милость. Братья и сестры, это важно, потому что в третьей главе мы видим, как идет в упадок Церковь Божия. Это ли воля Божья для народа его? Это не есть воля Божья, братья и сестры. Это то, что враг сегодня приносит в души. Это то, что враг сегодня желает насадить под разными лозунгами. Он говорит сегодня, посмотрите, сотни тысяч сегодня так, а что вы лучше? Мы знаем эти лозунги, братья и сестры. Давайте хранить то, что мы с вами приняли. А все эти новшества, они ничего доброго не дают. И в конце концов мы читаем, что говорит ангел Плодикийской Церкви. Все стою у двери и стучу. Братья и сестры, это еще милость Божья, но Христа нет в церкви, вот в чем беда. Он стоит там за дверями и говорит, открой мне дверь, открой, впусти меня, и я хочу вечерять с тобой сегодня. Я хочу это делать, потому что я люблю тебя, потому что моя кровь текла за тебя, потому что любовь моя сегодня, она простирается над тобой, потому что время благодати еще не кончилось, потому что престол милости Божьей еще не сменен, на престол, от которой будут исходить громы и молнии. Слава Богу, за это время прекрасное. Братья и сестры, может быть, кто-то может подумать, «Ну что тут такого?» Господь вразумлял однажды меня. Я попал в такие обстоятельства, в такую среду, где все вели себя по-другому, не так, как мы себя сегодня. И вот находясь там, я подумал, «Господи, может быть, я действительно неправ? Может быть, надо вести так, как они себя ведут, славить тебя?» И я попробовал это сделать, друзья. Я тоже начал там аплодировать, только потом мне стало плохо от этого. И я сказал, «Боже, прости меня! Я теряю то, что ты мне дал! Я не хочу этого!» Иисус вразуми, что происходит! И Бог во сне вразумил меня, братья и сестры. Мне приснилось, как будто я нахожусь в подвале еще с одним братом. И вот там идет труба, газ, и вот она разрезана, эта труба. И, вы знаете, я понимаю, что из этой трубы идет в эту комнату газ, и что мы отравлены этим газом. И там, в этом подвале, мы оба пали на колено и сказали, «Господи, ты помилуй нас, чтобы это отравление не было, чтобы мы живы были!» И по молитве этой Господь устроил, вы знаете, я прислонил руку к этой трубе, и я смотрю, все уходит туда-обратно. Слава Господу! И я тогда понял, братья и сестры, там не было никакого запаха, там не было никакого ощущения, там было только понимание, что ты отравлен! Поэтому Господь изначально говорил к народу своему, «Берегитесь, есть квасное!» Друзья, а это все, что кроме Библии, оно есть квасное! Сегодня множество учителей пришли под именем Божьим! И что говорит Господь? Он говорит, «Вот причина, по которой будет страдать народ мой! Вот причина, почему эта душа не будет в народе израильском!» Поэтому храните себя сегодня, братья и сестры, в Божьем слове! Оно есть истина! Оно есть путь! Оно есть жизнь! Слава Ему вовеки! Аминь! Братя и сестры, пришел сюда на сегодня на это место и своим светильником. И следующее письмо, которую мы будем слышать, как раз и говорить про то, «Посмотри, как горит свеча!» Кожен из нас, хай подивится, как горит наше светло, как горит наш светильник, и хай Господь поправить его сегодня, потому что я верю, и я знаю, что Господь сегодня на этом месте хочет нас, чтобы мы могли поправить свои светильники и радить в нашем Божье. Аминь! Аминь! Продолжение следует... 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! 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 правде, не веришь. Аллилуйя Богу! Он не справедливый Бог. На сегодняшний день, братья и сестры, как люди вдеваются, как пишут, как долго вдеваются, но это не дает царственности людям. Это не дает царственности, нет мира, нет спокойствия. Ее написано в слове Господня про одного человека, которым фалился Вечный Бог. И он селит из всего его богатства кусочек церепицы. И он скоблит свое гноящееся тело, а жинка дымится на его, каже, ты все еще тверд в твоем упывании, похури имя Бога и умри. А он говорит, ты говоришь, как одна из безумных, вот царская душа. Аллилуйя Богу! Вот царская душа! Ибо твердое основание Божие стоит, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Хайби имя Божие было благословено. Но, братья и сестры, может кто-то стумился, может кто-то из немех, может кто-то ослабил життя в этой дороге. Я знаю, что вечный Бог есть тут, на этом месте. Аллилуйя ему уже было сказано, еще нас не было, а он был на этом месте и ныне чекает. Подобно, как там, в том Сихарском месте, в Смиссе Сихар, беда твоего колодеза, пришла она втомлена, и нежная разговора, и в сегодняшний день Бог питает тебя, Бог хочет говорить и тебе, а не прислушаться до голоса твоей души. Там у той женщины ему было безлиц проблем. Но одна важнейшая проблема. Скажи, где поклоняться? Скажи, как поклоняться? А он говорит, есть те поклонники поклоняются отцу. В душе и правде, аллилуйя Богу, Харьон вступает всякий из одноправда и исповедующий имя Вечного Бога. В данный час я не знаю, а не тревожится внутренность моя. Хочется молиться, хочется сблизиться с Богом больше и больше, хочется з'єднаться с ним, хочется поделиться ему в вече, может что-то не так. Вин в свой час до Ильи казалось, «Вийди и стань на горе перед лицом Господнем!» «Вийди и стань!» Он описывал, что он может сховаться на место, которое стоит на большинной горе. И он видно издалека, и он тебе и мне говорит, «Вийди и стань перед лицом на горе моей!» Бог хочет... Аллилуйя! Может, ты давно пил из джерела Господнего, сегодня вот тот поток, который 2000 годов течет так нежно из горы Голгофи, он сливается, и сливается на равнину, и сливается в каждое сердце, которое в смирении нахилилося, и слово Божие говорит, «Бедные они еще ищут води, и нет его язык, и в сокне то жажды, но я Господь услышу их, я Бога Израиля не оставлю их, я открыю на горах реки, и пустыню сделаю источником, чуешь? Он Бог всемогущий, и сегодняшний день кличет тебя, кличет тебя до себя, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, пойду к нему и буду вечерять, если ты в сегодняшний день расположил свое сердце, что мой Дух Святий побочует молиться, что мой Дух Святий побочует славить Бога, что мой Дух Святий побочует благословляти того, который может благословить значительно и значительно больше. все! Аллилуйя ему, слава ему, мол ему, Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 О, Иерусалим, о, Иерусалим, лучи золотого неба, столица. О, Иерусалим, о, Иерусалим, лучи золотого неба, столица. О, Иерусалим, о, Иерусалим, о, Иерусалим, о, Иерусалим, лучи золотого неба, столица. О, Иерусалим, 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 о, Иерусалим. Церковь. Сегодня я так дивлюсь на наше служение. Оно є міжнаціональное. Но вместе с тем он чудно устроен Богом. В одном направлении спрямовывает нас Дух Святой. Кирует этим служением. И все устрояет. Бо он есть Бог. Богустройство. И он щиро говорит о сердце нашего. Он планировал это служение. Он планировал слово. Я так хотів би признатися. Коли я раненько ще дома відкрив Євангелие читати. Відкриваю одне місце. Друге. Поки мне не пришло все место. Но я дивлюся и одне и друге. И уже брати его читают. Наверно эти думки. И они переказываются. Значить в цьому всему я верю, что сегодняшний день спланував Господь заслужение. В Него есть определенный план для нашего жизни, чтобы что-то поговорить. Может мы так как-то относимся. Ну, потому что мы были в служении, съехались, повели, почули. Но вместе с тем, в том всему есть план Божий что-то нашего жизни. Он видит наш теперешний час, видит будущее. Что нам нужно будет пережить. Что нам нужно будет пройти. Где удерживать победу. А там треба сила. Аллилуйя. И переможець успадкует все. Его имя будет записано в книжке жизни. Я признаю его перед Богом, перед ангелами. Но переможця. Как бы наши очи сегодня были открыты и побачили, как бы наши очи сегодня были открыты и побачили, какая-то невидима духовная война на земле. Сколько насильства. Сколько неправды. Сколько обиды. Сколько зла. Сколько недоброго сделано. Но временно наши телесные очи этого не видят. Но вместе с тем, в этой войне, ты должен держать победу. Ты должен приплыть до того Ханану, до того прекрасного города Нового Йерусалима. Ах, Дух Святый. Но для этого нужно силы. Помню одно место. Когда Давид вышел и увидел на это сражение, або еще не сражение, как бы было быть сражение на тех людей. Голюав представ. Поносить воинство Бога Израилева. Он сказал, что не может так быть. Он с ним не смирался. Не может так быть, чтобы так народ Божий был поношенный. Не смирился он с этим. И шел во имя Господа. Не одни сегодня поносить людей, верующих. Но знаете, мои мои, не может так быть. Даже Божий не может быть поношенный. Ах, Дух Святый. Ах, Дух Святый. Ты должен быть святый. Ты должен быть святый. Ты должен быть непрочный. Кто это в белых одежах стоять перед Белым престолом? В белом одеже. Кто они такие? Это те, которые пережили великое горе. Но они обилили одежи свои в крови. Агнца. Они имеют право стоять перед Белым престолом. Грех и неправда туда не пройдет. Но те, кто будет являться в белой одеже, они пройдут перед Белым престол. И будут там вечно царевать с пастырем, блестителем душ наших, ах, Дух Святый. А сегодня, может, перемога не одна, что треба. Не одно, что стражение, треба будет порушить. И тебе треба сила от Господа. Тому черпай сегодня этот запас. Жирай благодать и Божий в своем служении. Ты и Дитина Божия. Ты носишь имя, будь то живой, но ты мертвый. Вы знаете, как много людей сегодня остались обмануты. Они носят имя, будь то живой, но они мертвы через свои справы. Нечесные справы, греховные справы. Разум с ними они отмечаются в зебраниях, но ведут неческий образ жизни. Ты носишь имя, будь то живой. Подивись-то в свою скарбничку сердечную. Как ты там, чи ты живой, чи ты мертвый. Я скоро пойду на тебя, если ты не покажешься того часу, когда ты не ждешь. То есть, обеспечившись великой охороной. Я маю біля себе, біля своей хати, біля своего подвижения великую охорону. Но может это богатство над меня неправда? Я говорю, прийду тот час. Когда ты не ждешь, я пойду до тебя. Ахмана Батарафана Манавиш. И та охолона упаде. Одного разу, знаете, была великая охолона поставлена над гробом, но она упала. Земля затряслася, с керами розкололися, потому что он пришел Господь с силой своей. Ахмана Битарафана Манавиш. Так Господь овся за свою церковь. Ни какая охолона его не зупинить. Ничего не станет ему на дороге. Но он прийде за свою церковь и забирает ее чистую, святую, непорочную. Ты маешь быть чистым и святым. Священники семьи должны быть святы. Ты маешь показать действительно огоньку Божого, потому что Бог праведный, который может судить, который может оправдать, который может дать жизнь. Но сегодня он есть Бог, Бог любови. Я же вас так всегда напоминаю в закинчении своей поведения, что Бог есть Бог любови. Бог есть Бог, милосердие. Он кричит тебе до себя. Я хочу дать тебе новое имя, записать его. И никто его не вычекнет из твоего жития. Ты у нас следующее, что будешь переможцем. Ахвала Мадали Биша, Иис, Дух Святый. Ты маешь быть в переможцем. Ты маешь быть переможцем. Чем это лава саламитэ готыш. Ахвала Мадали Биша, Иис! И что для тебя и есть сегодня, говорит Господь тебе, народ мой? И что я должен сказать тебе? Многие сердца стоят вот так. Думают много-много. Думают много-свешивают, ставят на места кабадус. А лжес мой и правосудие среди тебя, говорит Господь. И скоро приду, и обнажу каждое сердце, говорит Господь. Но сегодня я ласково подкладываю пищу тебе, Каманус. Ибо люблю тебя очень велико, говорит Господь. А скоро придет беда на землю, и ты усмотришь, а ныне еще не разумеешь, и не приходит тебе на мысль эту. Придет великая перемена. И так будешь, что хочешь услышать голос мой, но не сможешь, Каменсет. Ибо придет великая перемена в этом плане. Я ныне даю тебе время. Покайся, говорит Господь, ибо я вижу дела твои. Ах, многих поступки не соответствуют делу Евангелии. И нет святости в сердце, говорит Господь. А думаешь, что стоят они, когда уже пали? А меч мой будет на таковых, говорит Господь, если не покаются. Остановись, народ мой, ибо время сегодня остановиться. Посмотри на благодать мою действующую, говорит Господь. На милости, Романус, уроженцы. Посмотри в округ, к нам, на Турешу. Посмотри в себя, какие бури прошли, говорит Господь. Но ты жив, я молотал, Сембуш. Слушай, благодатели, Алайус. И так, это усы, чибер-роуски. Пора пришла тебе остановиться и подумать, говорит Господь. Ибо вскоре будет жест мой над тобою, Балалайсен. И так, есть время для тебя покаяться и дать место благодати в сердце. Аминь, Аминь, Дух Святый, Фараман Аудиш. Пришло время благодати Божией. Пришло время, когда ты можешь говорить с Богом в лице, в лице. В своем служении, Роман Аудиш, верю твоей. Говори ему свое сердце, открывай ему свое божание. Фараман Алимитара, Фараман Аудиш. Вмирясь своим бальсамом. Ты стоишь своему нечестя и сокрытий. Для чего ты закрився? Скоро прийде великая перемена. Можете не можешь быть в таком собране? Не будешь, потому что, я говорю, Дух Святый. Фараман Алимитара, Фараман Аудиш. Галилуя, Галилуя, Галилуя. Ай наш голос будет поднесен и молитву сейчас до Господа. Галилуя, Галилуя. Галилуя, Галилуя. Аминь. И так говорит Господь, Как важно подытожить многие жизни, Как важно проверить нужные вещи для переселения, Как важно сегодня заглянуть в ладью свою, Куда плывешь и что везешь, Что тащишь ты, криминоглайду стал мина, Ибо плавание будет нелегкое, Оно будет с затруднениями, И будешь вспоминать об общениях нынешнего дня, Будешь дорожить словом, Ибо сосуды свои буду отзывать к вечности, аминь. Ременус ту берегилту глормена, Слово мое будет редкое, ведение нечастое, И встрепетом ансур билегломен будут спрашивать, Не слыхали ли, где собрание такого, Не слыхали ли, кроме нагламен, Гучной молитвы и торжества Господня, Ибо теснота идет, А ныне дано время взять мех и воды, А ныне дано обогащиться, аминь, Ибо хлеба подано с неба полным-полно, И стол мой переполнен, аминь, Независимо от твоего хождения, От твоего предстояния, Потому что дано время милости, Дабы не было оправдания у каждого, Как многие использовали эти дни свободы, К личному обогащению и к приходям плоти своей, И так заниму ограду с таких домов, И будут расхищать имущество, И будут заходить и скажут, Ты, сограждан неба, выбирайся, Но взял ли ты вещик к переселению, Говорит Господь, Готов ли сегодня благословить, аминь. Ременус ту берегилту глормена, Как важно сегодня посмотреть, Припоясаны ли одежды твои, Или ветры разных учений развивают полы одежды твоей, И видно, срамота наготы твоей, Говорит Господь. А я поставил сторожей на мурах, Для того, чтобы известили народу время, Для того, чтобы называли грехи именами. Мир, мир, а мира нет. Врачует раночь через иона легкомыслено, А она болеет, а она страдает, А многие умирают. Ормена стал береги тугло ормена, Настало время сосчитаться с рабами моими, И некромонагел туглоиды стал мена, Кто отворил двери для беззакония, Кто отворил окна, Кремен и гламин для разной информации, А я сказал, открывайте окна в сторону Иерусалима, Преклоняйте колени не только днем, а ночью, Ибо ныне, как нужны молитвенники на земле, Как нужны подвижники, Как нужны те, кто реван сурбили гломена, Оторвались от мира, Которые взмахнули бы крыльями, аминь, И проверили силу полета, Вошли в соединение, Там, в одиночной комнате, а во отче, И ремену сурбили гелту глормена, Чтобы я устав потребил, как урудия, Сатана окопывается, Сатана выдвигает новых и новых служителей, И будут являть чудеса и знамена, Церковь, невеста моя, голубица моя, Выйди на арену мира сего, Покажи украшение свое, Не я ли наделил тебе драгоценностями, Не я ли дал тебе власть, И ли вы нагломили силу Наступать на вражеские силы, О, зачем сегодня дремония, Зачем беспечие, аминь, говорит Господь, Пейте тревогу, священники, Плачьте и рыдайте о славе Иерусалима, Ибо некрома наглайдусталмина, Ибо пришел тот, который взыскать хочет, И руками наглайдусталмина, И рог спасения поднять высоко над этой землей, Ибо ради имени моего благословлю Украину, Благословлю хлебом, Благословлю плодами земли, Благословлю обилиям, Крещению духом святым, Потому что я Господь, И те, которые не отреклись имени моего, Которые не пошли в Египет, Не раби нас уберегал дуглорменам, Бролю обильный дождь благодати моей, Роми нас уберегил дуглормена, И будут вспоминать, И будут переказывать одни другим, Что явил Господь, Ибо по местам пройдет великое пробуждение, Не дам славы человеку, Не раби имена алкеримена Глормена, Но ради жертвы Голгофе, Под нему падшие, Отряхну от пыли, Отшлифую камни в каменоломнях, Которые стройно будут положены в строение мое, И так ныне безмолвствующие, Сонные, Пробудитесь, возьмите молитвенные слова, Завтра пустыня, А нужна вода, А нужен хлеб, Кременогел дуглорменам, Чем ныне водишься ты, Что видят глаза твои, Помазаны ли они мазью, Как многие водятся, Своими прихотями, Ходят миражами, Они впадут костями, Где дух Господень, там свобода, Ибо все води мое духо моим суть цены, На реке Мансур Верегломена, Носишь ли ты ныне печать мою, Достоин ли ты призвания, Ибо по месту сему, РБ дуглормена, Многие будут плакать, Многие будут стонать, Ибо воздвинутся негодные люди, Которые будут гасить огни, Которые будут препятствовать таким сборищам, О, дорожите ныне днями, Дорожите временем, Благословляйте небо, Кремен и гелду глормена, За дожь благодати, Ибо две струи проходят на месте сие, Идет слово, Идет дух святой, Аминь, Кремен оглойду сталмена, И меняет сердца человеку, Аминь, аминь. Аллилуйя. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 не зробил это, с моим характером. Он говорит, что из тебя будет хорошего служителя. А я говорю, если бы ты знал, что было в моем сердце, один маленький гнев такой, и рано я сел в машину, и машина завелася, я ничего не ремонтовал ее. Господь хотел попробовать меня, и сегодня на этом месте есть много людей, задумайтесь, и мы хотим заспевать с дружиной песню «Виняя виле святости моей». На этом месте есть те люди, которые мучены, на этом месте есть люди, которые допускают каждый день, может, тот гнев. Я хочу сказать, что Господь испытывает на этом месте сердце сегодня. Есть много минут в нашей жизни, где мы не можем дорожить ними, но пусть добрый Господь поможет нам, чтобы мы понимали слова этой песни. «Виняя виле святости моей, за это не войти вам в эту землю». «Великие ароны Моисей глядят с тоской с горы на край священный». «Великие ароны Моисей глядят с тоской с горы на край священный». «Пророк Нафан приходит в дом царя, ты повод дал хулить Господне имя, «За это наказание ждет тебя». «За это наказание ждет тебя». «Он говорит смущенному Давиду, средь крови чей-то видят на руках, «Господь сказал, я с вас взыщу за это, что умирают люди во грехах, «Которым в жизни не были вы света, что умирают люди во грехах, «Которым в жизни не были вы света, вы не явились святости моей». «Грозит волною следом день вчерашний». «И кто-то остается вне дверей, споткнувшейся ко мне жизнью нашей». «И кто-то остается вне дверей, споткнувшейся ко мне жизнью нашей». «Не дай, Господь, что серой тень у них вела людей в погибели жизни нашей». «Священники земли должны быть святым». «Священники земли должны быть святым». «Написаны в Библии такие слова, что Бог, Он есть Царь наш, слава Иисусу». «И этот Царь, Он сегодня собрал нас на этом месте, чтобы мы порадовались нашей верой, верой в Евангелие, в силу Божьей ко спасению всякому человеку». «И эта Евангелие, она открылась на Голговском кресте 2000 лет назад, когда Иисус Христос, Он умирал на кресте, проливал свою святую кровь, чтобы очистить совесть человека от греха. Слава Иисусу!» «И Он воскрес на третий день по Писанию для оправдания всех людей». «И ныне этот Господь сейчас на этом месте, и Он говорит, что мы народ святой, слава Иисусу!» «Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный Его свет. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Некогда не народ, а ныне народ Божий! Слава Иисусу!» «И эта Евангелие когда-то в моей жизни произвела работу. Я был, книжек не считал, известным там бандитом не был, был конченным наркоманом, ничего не знал, кроме пару матов, где-то что-то вкрасты, искал что-то в жизни своей, не зная чего, ходил, смотрел на этот весь мир. Люди, они хорошо живут, хорошо, вкусно едят. А у меня постоянные проблемы, непонимание со стороны родителей за моих непонятных поступков. Меня постоянно бьет милиция за какие-то мелочные деньги, которые я могу взять. И я смотрю на это все, ненависть в моем сердце к этим людям, которые окружают меня. Рабство, в котором я нахожусь, это наркотик, сигареты, алкоголь. Это все побуждает жить, ну, такой отвратительной жизнью. И это приносит зловоние не только мне, но и окружающим меня. И там ситуация, там где юноша выносили, уже похоронили его, выносили, он умер, внесли его хоронить, и там мамка, там все родичи, все общество уже его похоронило. В своих мыслях им только оставалось его занести на кладбище и положить его в землю, закопать землей. Но там на том пути был человек, там на том пути был Сын Божий, там на том пути был Святой Бог. Бог милости и любви, который пришел на эту землю не наказать, а помиловать. Бог, который прощает грехи. И написано, мы были мертвы в своих грехах и преступлениях. Но ныне явилась благодать Божья, спасительная для каждого человека. Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы верующий в Него, отдав своего Сына, дабы верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Иисусу! Бог, Он пришел в мою жизнь, вложил веру в то, что Он есть Господь. И Он воскрес для моего оправдания. И воскресший Бог сегодня ведет меня в вечное царство, ведет меня в небо. Я слушаю такому Богу. Он просто не освободил меня от этих проблем. Он сказал, ты Сын мой, я ныне родил меня. Слава Иисусу! И эта любовь, которая открылась в моей жизни, она вызывает мне взаимство к моему Господу. И я не грешу не из-за того, что я боюсь в Бад попасть. Я не грешу, потому что я люблю Иисуса. Он есть Святой Бог, который пришел ко мне. И этот Святой Бог, Он собрал нас на этом месте. И Он говорит, народ мой, я люблю вас. Он Бог любви. Бог, который прощает грехи. Бог, который ведет нас в царство. Слава Богу! Пускай благословит нас всех Господь. Он есть живой. Аминь. Дякую. И так думаю, что не всегда так будет. И не всегда я смогу быть тут на этом зібране, и вы. И такое зібране, как сегодня есть, оно не повторится. Сколько бы оно проходило на этом месте, оно не повторится. Потому что Бог всегда делает все новое. И сегодняшний день тоже самое. «Господь сделал новое для всех нас». Эта песня, которую мы будем спевать, как раз и говорит про то, что небо, землю створил Господь. Что нас Господь створил тоже для своей славы. «Алыш, за земной чертой ждет бессмертие час, только вечность есть разная для нас. Выбор сделай сам. И пока жива здесь душа твоя, ты решаешь сам участь бытия в небо или в ад». Субтитры создавал DimaTorzok 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 И на тих людей, которые, бывает, не знают, а не имеют надеи, когда что-то трапляется в их жизни. Но насколько мы, мы счастливые христиане, знаем, что у нас есть Бог нашим наш Господь. Аллилуйя. Это трагедия, которая недавно произошла у нас на Волине. Думаю, что большинство, что пятеро верующих людей погибли в период переезда, где поезд ударил автомобиль, и погибли пятеро людей. Потому что некоторые из них, я думаю, бывали и тут, на служениях. И, вы знаете, много задалися вопросом, почему это, чего это. Хотя Господь Духом Святым открывал, и сегодня было про это сказано, что будет забирать своих сосудов. И так сталося. Но, вы знаете, чем меня удивило одно, когда это произошло, то дехто сказали, какие счастливые люди, что поезд не сошел из рейок, где собі люди спокойно отдыхали. А один брат сказал, что счастливые люди еще, что Бог не навел свой суд на них. Эти, которые перейшли из этого жизни в вечное жизни. Они могли сказать, что мы блаженны, потому что нашим Богом есть Господь. И они вошли в вечность. И, говорит один брат, что безбожных людей Бог не погибли, никто из них не погибли. Он не погибли. Рейси мало что не произошли. Повыривало, от шпалей відірвало рейси, но они не произошли. Поезд далеко пішов. Люди остались живыми. А как бы это сталося, а это как раз там, где великая прерва, где далеко летите, и не знал, что там было. Но, братья и сестры, мы не знаем, что нас ждет завтра. А может кто-то из нас сегодня здесь. Остатние служения. Может, в последний раз мы слушаем пророче слово, проповедь Евангелии. Остатние песни, которые спевают гурты сегодня. Может, для кого-то это остатние на земле. Но блаженна та людина, которая сегодня выбрала шлях для себя идти с Богом и жить с Богом. Аллилуйя. Аллилуйя. Одного разу приходят до Иисуса Христа учни, и Петро каже, Он смотрит на круг людей, которые оточивали. Он смотрит на человека, которому Христос сказал, что он сделал, продал, продал свой маяток и следовал за Христом. Но он вышел с печалью. И Христос сказал, как трудно многому войти в Царство Небесное. Петро побачил все, посмотрел на себя и говорит, что Господи, мы все осталили и пошли за тобой. Что же нам будет за это? Шановные христиане, сегодня много людей задают подобные вопросы. Не мало встречающих людей в нашем жизни, мы видим подобных, которые задают вопросы. А что из того? Можливо, кто-то ехал сегодня сюда, в это село Збуж. Казали, едем на служение, а кто-то из соседей сказал, а чого туда ехать? А что из того будет? А что из того толку, что три-четыре години простояти? Что из того? Я, когда смотрю на сторинки Святої Библии, я находлю мужев, которые, возможно, не раз слышали подобные упроки в свою адресу. Что из того? Можливо, не раз говорили Ильевы, Илья, что тебе из того? Да, будь, как все. Навище тебе той ахал, навище его докоряти, то что влада? Навище тебе займати позицію тої людини, которая открывает все безбожные учения? Навище тебе займати такую позицию? Ты же будешь не в шанере людей. Илья, навище тебе это? Навище тебе бегать в пустыню? Навище, чтобы тебе вороны годовали мясом? Навище тебе ховаться от людей? Навище, Илья? Навище ты бегаешь в эту пещеру? Навище ты это делаешь? Илья, навище? И, возможно, много разных вопросов звучало в голове Ильи, но он знал, он знал конкретно, кому он служит. Он мав свой выбор. Он знал, для кого он отдал свое життя. Он мав конкретный выбор в своем жизни. И вот настав момент, настав тот час, когда появляется вогняная колесница иконы вогняны, Илья вихрь на небо несется. Это была цель, это был выбор, это был финал. Он выбрал Богом для себя Господа. Аллилуйя. Задавай сегодня себе запитание на цьому подверье. Кто для меня есть Бог? Кто для меня есть сегодня Иисус? Чи Он стал моим спасителем? Чи Он стал моим судьею? Я знаю немало людей, сегодня есть старших даже на этом месте. Можливо, не раз у своему жизни, когда вас заковывали в кайдани, и когда вы везли этапом по Сибири, может звучали слова, Иване, Петре, тебе дитки дома. Тебе однеодно не может поднести, а ты за это страждаешь. Что же тебе за это будет? Что ты за это будешь мати? И дивися, какая сегодня политика, что сегодня делается, сколько людей не хотят верить в Бога, сколько все это заглушают и сказали, что Библию покажут в музее, а остальное христианина по телебаченню. На что ты веришь? На что ты надеешься? Но выбор был конкретный. Как в свой час сказал апостол Павло, для меня життя Христос, а если смерть, то надбание вечного життя. Аллилуйя! Аллилуйя! Пройшли переживания, пройшли тортури, пройшли страждания, но сегодня, посмотрите те, кто сели, посмотрите те, кто жали, посмотрите те, кто несли то факел веры, сегодня наяву пробуджается Украина, пробуджается наш край, и Господь Духовича Дима садится каже, что благословит Украину, потому что я безумного верю, что Господь благословит наш край. Почему? Бо на Украине есть столько Божих саджанцев, тут питомник Божий, где Господь ростит своих благовестников Царства Небесного. Аллилуйя! Аллилуйя! Что же тебе будет за это? Петро! Сидит апостол Петро в язнице, спокойно відпочиває, на ранок мають його настрату віддати. Петро! Ти ж був свій час бізнесменом, ти свій час мав човна, на тебе люди працювали, Петро! Що ж тебе буде за це? Але він отримав конкретну відповідь від Ісуса Христа, що буде Царство Небесне з Ісусом Христом. Петро, я на тобі створю церкву, от ворота пекельні, якої не здолають. Оце, оце ціль, оце направлення, Петро, я тебе використаю в цій справі, і ти будеш моїм працівником. Можливо, любий друже, багато сьогодні задаєш собі подібних питань. А чому я? А хто я? А ким мене Бог вибрав? А який я зробив вибір? Зроби сьогодні у цей день прекрасний вибір у своєму житті. Я немало знаю різних моментів, коли немало людей заробили конкретний вихід у своєму житті, вибір робили, за ким їм іти. І коли вони зробили цей вибір, Господь виходив на зустріч для них і благословляв конкретний. Один випадок коротенький розкажу за одного чоловіка, який зробив вибір для себе в житті. Ми приїхали в одне село, де зовсім не було вірюючих. Група стала співати. Підходить один чоловік і каже, з нашого села геть, в нас штундів тут немає, вам тут нема що робити. І уходьте звідси з нашого села. А я кажу, а у вас якісь вірюючі хоча є? А він каже, ми всі вірюючі, але штундів у нас не буде. Ви знаєте, я з ним поговорив трошки, але він ніякому разі не сміряється. Потім підійшов до нього, кажу, слухай чоловіце, якщо ти не підеш звідси, ми просто тебе зв'яжемо, положимо в багажник, заведемо в належне місце і буде все нормально. Правда, я думав, щось злякався, пішов. Не стало цього чоловіка. Коли став я проповідувати, дивлюся, біжить. Пес такий з ним, вила, хоче щось робити. Але люди забрали ці віла та пса нагнали від нього. Правда, на тому подвір'ї, це так було на дворі в центрі, покаялося кілька людей і запросили, щоб в їхньому селі зробити далі зібрання. Ми одного вечора приїхали, люди запросили до себе в хату і ми проводили там служіння. Каже, на наступний раз встає одна жінка, яка покаялася знову цей вечір і каже, мій чоловік просив, щоб у нас зробили. Люди посміхнулися, кажуть, це ж того Петра, його Петро звати, це ж того Петра. Ну, ви знаєте, посміхнулись, люди кажуть, як просять, поїдемо. Коли ми поїхали туди, в ту хату, верніше, на другий тиждень приїхали, люди в селі стоять, ніхто нікуди не уходить, нікому нікуди не хочеться йти, тому що кажуть до Петра. Але дивимося, біжить Петро. Цілий день працював з кіркою, з лопатою, рівняв до себе дорогу, бо до нього легковим автомобилем не можна було доїхати. І каже, чому ви не йдете, заходьте. Ви знаєте, ми приїхали в те продвір'я, зайшли в хату, повна хата людей найшло, гарна нова хата, людей багато, а Петра нема. Служіння проходить, а його нема. Знаєте, вже різні думки, що в цього чоловіка на розумі, що він може придумати. Закінчується служіння. Коли я закликав, хто хоче прийняти своє серце Ісуса Христа, виходить цей чоловік, схиляє коліна, зложує руки і каже так. Бутлі з горілкою побив, папероси попалив, а тепер хочу бути вірючим. Алілуя. Знаєте, я дивився на нього і казав, Господи, не вже з цього чоловіка може щось добре бути? Не вже з цього чоловіка може бути якась переміна? Питаю через деякий час його дружини, як ви поживаєте? А вона каже, братику, за 18 років нашого життя я не бачила життя, а сьогодні в нашому домі рай. Мій чоловік прийняв Ісуса. У цьому зібранні тебе так само кличе Ісус. Він хоче, щоб ти сьогодні зробив для себе конкретний вибір. Вибрати Христа Ісуса своєму житті своїм Спасителем. Ти багато виборів робив, ти багато бачив про все, ти багато виборів робив у своєму житті, але не раз заходив в тупіки і не знав, який вихід для тебе. Але в цьому зібранні, у цей час днівний до твоєї серця говорить голос Духи Святого, що Він тебе любить і хоче назвати тебе не просто людиною, не просто жителем якогось села, але хоче сьогодні назвати твоє ім'я і сказати, що ти є громадянин царства небесного, син і дочка цара царів Господа господствуючих. Галілуя! Галілуя! Той самий Ісус сьогодні проходить поміж вами, поміж нами, поміж нашими серцями і каже, сину мій, дочка моя прийди до мене, я дам тобі спокій. Прийшло життя, ти зробив вибір. Крім того, Господь обіцяє, що нове небо і нова земля. А що ж нам буде за це? А отримаєш вічне життя за Ісусом Христом, який сьогодні дасть тобі право війти в те місто воротами. Галілуя! Ми зараз приходимо до молитви, ми зараз будемо молитися і дякувати Богові. Я попрошу всіх, хто сидять, ми встанемо і дамо місце сьогодні, ще Духу Святому, щоб Він попрацював у нашому серці, щоб Божа благодать сьогодні захватила все, весь цей збір, і щоб сьогодні ніхто не залишився, хто не зробив вибори у своєму житті, щоб ніхто не війшов з цього місця роздавлений, але щоб кожна людина сьогодні відчула присутність в серці своєму, Духа Святого, який би заговорив і засвідкував у твоїй душі, що ти є дитина Божа! Галілуя! Галілуя! Якщо ти чуєш сьогодні хід Божої благодаті біля твого серця, якщо ти чуєш той стук, який стукає до тебе і каже відчини серця двері, я війду до тебе і буду вечеряти з тобою! Галілуя! Він сьогодні тебе кличе, всьому подвір'ї голос Божий лунає. Якщо є сьогодні ти, який чуєш дійсно конкретно, що є твій день сьогодні, і ти хочеш сьогодні зробити цей конкретний вибір, не завтра, не після завтра, не іншого дня, де Явол готує завтраками, але Ісус каже, я є сьогодні! Галілуя! І Він хоче сьогодні спасти тебе, сьогодні дати тобі життя! Чи є такі в цьому зібранні, хто хоче віддати своє серце Ісусу? Хто хоче сьогодні зробити конкретний вибір? Я вас запрошую, підніміть ваші руки, якщо є такі, хто хоче віддати своє серце Ісусу Христу? Я вам прошу, не оглядуйтесь назад, не дивіться хто то там, але закривте ваші очі, хай дійсно у ваше серце зійде Божа сила і його помазання! Халілуя! І якщо сьогодні ти чуєш цей поклик у своєму серці і хочеш віддати своє серце Ісусу? Дякую, бачу вашу руку! Якщо ще хто хоче віддати своє життя до Ісуса? Ви можете підняти вашу руку і дякую, бачу! Вас бачить Ісус! Ваше ім'я знає Ісус! Можливо, ще хто хоче, вас закликає небо до Ісуса Христа, до Царства Небесного! І ти почуєш той прекрасний голос, який в свій час скаже, відій благословений! У нас ідуть Царство Пану Твого по 24 серпня! Мусорі збуж! Ти віддав своє серце Ісусу! І Він твоє ім'я записав у книгу життя на небесах! Я попрошу, дайте тут трошки місце спереді! Дайте чуть-чуть місце тут спереді! І ті, хто хочуть дійсно сьогодні примиритися з Богом! Ті, які хочуть дійсно сьогодні сказати, що Ісус є наше життя! Ми зробили конкретний вибір! Я попрошу вас, пройдіть сюди! Підніміть вашу руку, що бачили, де там вам дати дорогу! І вас кличе Ісус! Будь ласка, я попрошу, проходьте сюди до переду! Ми за вас будемо молитися, братья, сестри! Але ми молимося, молимося! Хай Божа благодать сьогодні не даремно буде прийнята ніякою людиною! Але щоб сьогодні дійсно у цьому зібранні кожна душа відчула присутність Духа Святого! Що спасаються люди! Радіє церква! Але найбільше радіє небо! Ангели радіють до небесах! Що Господь спасає людей! Аллілуя! Аллілуя! Я попрошу, пройдіть сюди до переду! І ми будемо молитися за вас! Я вірю в Господь! І явіть ще більше своє благословіння! І дасть своє помазання! Аллілуя! 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 Тут зробили місце ті, хто піднімали руки! Якщо вам не соромно, пройдіть до переду! Я попрошу, пройдіть сюди! Ми за вас будемо молитися окремо! Щоб Господь дав вам дійсно! Впевненість в серці! Віру тверду! Що ви вибрали своїм Богом! Господа! Ісуса Христа! Який став вашим спасителем! Стою проїдеть там дорогу пройти! Люди проходять! А ми молимося! Церква молиться! Діти Божі моляться! Ідув святий! Діє своєю силою! І спасає місцятих тих! Кого дияву хотів! Тя людина погибе на смерть! Але Ісус спасає! Аллілуя! Будь ласка, проходьте сюди! Допереду сюди! Допереду проходьте! Дайте місця бойки! Воскривши Ісус! Аллілуя! 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 Окно Христа! Аллілуя! 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 Ми йдемо до молитви! Якщо ще хтось є, будь ласка! Ми вас кличемо допереду сюди! Не до братів, не до нас! Але до Ісуса, який дає життя! Якщо ви робите цей конкретний вибір! Щоб в вашому домі стало нове життя в Христі Ісусі! Вас кличе Ісус! Аллілуя! 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 Сести, брати, ми молимся! Молимся! Хай Дух Святий працює! Аллілуя! Ця хмара зупинилися на цьому місці! Аллілуя! Я знаю, є такі, які не відчувають волі в своєму серці! Тягар тисне! Але ви спішіть до Ісуса Христа! Він каже, злащуєш! Худи, де ти є! Є такі, які не мають спокою! Може, ви навіть є членами церкви! Але ви не маєте спокою до сьогодні! Дух Святий казав! Вам потрібна розв'язка! Чи він хоче звільнити? Ми молимося, брати и сестрі! Ми моюємо за Царство Боже! За перемогу Господню! Відходьте ще! Ще йдуть ще! Дух Святий рухає! Брати и сестрі! Дух Святий рухає! Давайте волю Духу Святому! Відчиняйте своє серце для Господа! Він каже, я стою! Під гарима серця стукаю! Ти чуєш? Він стукає сьогодні! У твої двері сердачні! Алілуйя! Бігон! Спіши сюди! А тут і спадають на коліна! Зух сьогодні стукає! Пускайте ту дівчину! Пускайте її Швирянько! Будьте чутки! Будьте чутки! Давайте можливо і там ще проходять! Ще йдуть! Швирянько сюди спішіть! Спішіть! Алілуйя! Не молися, брати и сестрі! Молися! Ще там йдуть! Пускайте! Будьте! Будьте! Будьте чутки! Пускайте! Пускайте ту хлопчину! Пускайте його! Проходь сюди ближче! 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 Пускайте! Молися, брати и сестрі! Ще там далі є! Найді Дух Святий каже, що є тут багато людей, які сьогодні хочуть простити Господь! Відкривайте двері для Нього! Чоловіки і спішіть! Житки! Хлопці і дівчата! На вас чекає Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Все число зростає! Дух Святий сьогодні рухає на цьому місці людей! Але комусь останній сьогодні Він говорить! Аллилуйя! Полюбить тебя! Чуєш? Не сорокся! Алло! Я знаю, що як с нами сьогодні цієї дівчини, то хлопце заплаче з радості! Почувши, що її донька пішла за Ісусом! Водій ми Ісуса, спіши! Не бійся! Там поставьте дівчат! Закривте, обличчі руками, рідається! Пустайте їх! Вони донька Христа! Давайте їм дорогу! Я чую, як хвиля Духа Святого більше і більше приходить на це місце! Дух Святий працює! Давайте, давайте, можливості проходити! Аллилуйя! Не сорокся! Я часто пригадую, коли в одному місці горів багато переховий будинок, і на одному з балконів оказався хлопчик! Люди, які стояли внизу, кричали хлопчику «Скачи!». Але він боявся це зробити! Вогонь піднімось вище і вище! Але враз побачили в ніг, якийсь чоловік запримів батько і крикнув «Синку! Скачи!». І цей хлопчик швиденько пустився вниз! Батько скопив його в свої одини! І ось люди підходили і вітали і казали, чому хлопчику не скакав, як ви казали! А як батько сказав, ти одразу скочив! А він каже, бо я знаю мене! Руки тата не випустять! Руки Батька Небесно не випустять в тебе! Ще проходять дівчата! Пускайте, пускайте! Ще там рухаються! Спішіть! Чуєте вас чекання Господь на цьому місці! Це день назначений Богом для вас! Пускайте до хлопчина! Він дружить! Пускайте його! Молим собрути сестри! Ви бачите, йде перемога! Аллилуйя! 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 Пауна Холіна! Перемі Ісуса! Аллилуйя! Аллилуйя! Ще ще є прийдув святий! Ще є чоловіки! Ще є житті! Вас любить Господь! Спішіть сюди! Спішіть! Боже, благодать сьогодні покриє вас! І мілість Господня! Аллилуйя! Пускайте ще там рухаються! Пускайте! Давайте! Давайте, можете пройти! Будь ласка! Швиденько! Ще там ззаді є! Спішіть сюди! Вас любить Господь! Ще відчинені двері! Він чекає до вас! Пускайте ту дівчину! Пускайте її! Аллилуйя! Слава Ісусу! Ще, брат і сестрі! Малився! Малився! Хай душа ти більше і більше захоплює! Хай ця хвиля захоплює серце! І хай вони йдуть, дівчан, до Ісуса! Визволення! Чиєте? Визволення! Приходить сьогодні цим людям! Аллилуйя! Аллилуйя! Дух Святий перемагає! Святі рани Ісуса Христа! І капричисто крозю ран доє прощення! Ще підходить з ліва справа! А ми молимося, ми молимося! Дух Святий робить свою операцію! Аллилуйя! Він сьогодні узналовує душу і тіло! Пускайте ще дал! Пускайте! Біжать! Пускайте швиденько! Я бачив пособливого сьогодні! Господь захоплює з ріданням! Біжать сюди! Аллилуйя! Відчиняйте двері для Ісуса! Ширше для Нього! Давайте волю Духу Святому! Молимося, брати і сестри! Молимося! Молимося! Я чую! Ще є такі! Ще є неспасенні! Господь кличе! Господь кличе! Пускайте їх до Христа! Аллилуйя! Аллилуйя! Ще підходять! Ще! А ми молимося! Аллилуйя! Моліть Духа Святого! Щоб Він більше і більше сьогодні працював на цьому місці! Або Отця! Волгостська жертва недарена! Ще біжить один хлопчин! Аллилуйя! Кого тягар чуєш іди! Склади до нього Ісуса Христа! Склади Його! Ти відчуєш радість своїй душі! Сьогодні заспіває небо по-іншому! Я пам'ятаю, коли чоловік, який покаєшся, каже, для мене все перемінилось! Стали співати птахи весь світлінший! Чому? Бо в нього прийшов мир з небом! Ще одна жіночка підходить! Ще ми молимося! Аллилуйя! Аллилуйя! Пускайте там ще йдуть! Пускайте! Вони йдуть отримати волю! Пускайте! Будьте чутки, брати сестри! Давайте в можливість проходити! Щоб вас не подобратися до волю! Аллилуйя! Слава Ісусу! Дух Святий веде Аллилуйя! Слава! Слава Ісусу! Хай торжествують сьогодні небеса! Халіться! Слава Богу! Аллилуйя! Пускайте ще! Пускайте! Тут ще там ззаді! Пускайте далі! Далі ще йдуть! Молимося! Молимося! Чуєте, брати сестри! Що робить молитва! Молитва дає перемогу! Відчиняйте! Дух Святий розбиває уковисть святові! Бо, каже Христос, я прийшов випустити змучених на волю! На волю сьогодні випускає Дух Святий! Аллилуйя! Аллилуйя! Ще, 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 ще! Ще! Я чую Дух Святий! Мені кажуть, що там є! Пускайте там дівчина є! Пускайте! Йде вона йде! Пускайте! Аллилуйя! Ми молимося! Молимося, брати сестри! Хай Дух Святий дає перемогу! Там тих не сладі! Ще хай Дух Святий запопить! Аллилуйя! Слава! Слава! Слава в Нимі! І весь сьогодні співають ангели! Веде перемога! Змільяються сьогодні люди від гріховного тягору! Аааа! Доброго! Пускайте! Пускайте тоді чинок! Пускайте сюди! Молимося! Чує Тебе, десестрі! Молимося! Я не чувай особливо ся Ді Дух сюди працює! Тут уже багато тих, які отримують прощення! Связами покаяння! Аллилуйя! Приходить мир! Від і в серце! Аллилуйя! Аллилуйя!